что делать что же делать если ты не понимаешь писания всегда когда задают вопросы у нас в эфирах тебе зрителям первое желание самому на них ответить вот я не буду этого делать мы продолжаем наш эфир и у нас такая тема есть вопрос такой для вас дорогие наши эксперты как молиться за мудрость исходящую от духа святого я так понимаю что прежде чем молиться эту мудрость нужно определиться что это за мудрость какая-то мудрость и потом получил или не сейчас до сирены мы начнем ирина но написано во первых просите да просите у бога мудрости да как молиться за мудрость долга молиться ведь на самом деле у меня нет каких-то определенных молитвы под например моя личная до просьба была когда я читала притчи соломона когда я читала вообще оселом они так далее да и и видела как как он поступает какие он принимает решения вообще все это вообще я в соломоном очень впечатлена да конечно он запускал уже да вот и он у тоже делать в том что что меня вообще у соломона очень впечатляет очень поражает да что он действительно настолько глубоко проник вот во все вот эти вот и тайна да много знал да и при этом при всем в конце своей жизни да он увлекся но не той женщины не 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 тем что ну как бы не той женщины это мягко сказано да не теми семистами женщинами да и 300 там был да но я хочу другой я имею ввиду да но это шло да дело в том что привод всей вот этой мудрости да да то есть это что значит это говорит о том что вот когда мы просим мудрости мы должны осознавать что мудрость имеет цену определенная вот я считаю да можно просить о мудрости когда ты осознаешь вот у тебя есть глубокая осознанность что с чего-то ты то что ты может быть любишь то есть ты готов чего-то лишиться ты готов вот променять вот как написано да все там одну найти одну же мчужину ради всего до этого вот мне кажется мудрости это вот та же мчужиной когда люди просто просят чтобы иметь какие-то вот и дай мне мудрость господь тогда я преуспеешь здесь тогда я знаю как найти любимую женщину да как как построить карьер дай мне мудрость вот чтобы я блеснул вот этим что я мудрый духовно да это нас до сих пор искание человеческой бесовской мудрости вот эта хитрость определенная да знаете я извините вас да ну просто пример приведу такой интересный я помню когда прочитал соломона вот эту вот историю когда ваша таскать чем у похоже на среду савского тоже впечатлилась которая пришла и она там увидела все это да и я а когда соломон еще просил у бога быть не надо мне там того-того-того дай мудрости управлять нормой и бог все приложил я помню когда это впервые прочитал в жизни я начал молиться о мудрости и думаю господи дай мне мудрости а сам думаю дальше основе все приложится ну если правильно попросить на самом деле да но прошел очень долгий момент чтобы я мог отделить что когда вот эту вторую часть когда я не не забочусь ко мне не важно но это вторая часть главная мудрость но прошло много-много лет на самом потому что мотивация чтобы честным перед собой да в этом то есть написано с искренним я поступаю по искренне а с лицемерными по их лицемерию вот когда множество людей вы знаете я знаю людей которые постятся и молятся уже молятся уже за это время да но я не знаю уже вознестись можно ангелом стать правда да вот но и действительно есть много да но при этом при этом как будто нет вот этого какого-то глубокого осознания на самом деле да просто дай мне мудрость вот я молюсь пощусь да но ведь мудрость вот когда сломан чтобы управлять народом моим да для чего вообще нам мудрость мне кажется когда мы просим у бога мудрости нам нужно очень важно осознать для чего мы просим ее до для своих целей чтобы вот выйти да и все сказали о какой он служитель божий какой крутой до чтобы и или мы просим потому что действительно очень важно распорядиться своей жизнью так до чтобы принести плод чтобы совершить течение вот у меня например да вот я вам последний что вот я когда я много просила мудрости я просила мудрости и я понимал внутри я прошу прославляю бога а потом где-то внутри у меня такое такое вот как будто дня какое-то не до конца понимание вот да я буду крутая вот все равно это как будто идет какой-то линии такой а ты сам собой начинаешь да игру только я в какой-то момент я создал я хочу просто бога я хочу внутри тишину мир я хочу мир тишину радость и совершение своего пути вот в этом состоянии и в одновременно с этим я вдруг осознала что начала приходить мудрость мне стало меньше интересовать что говорят эти или другие я стала меньше зависит от того кто со мной дружит кто нет я стала больше понимать чему мне учиться какая я на самом деле способна признавать это вдруг вот это все я считаю что это я понимаю вкус как будто я конечно же нет такого что вот как у соломон наверное да и вообще но вкус мудрости он просто ни на что не променяем аминь аминь что-то знаете вот этот вопрос на как вымолить особенную как мода прочитаю еще раз как молиться за мудрость исходящая духа за а до этого было как вымолить откровения да 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 где-то переплетается я хочу сказать ответить на прошлое и ответил что два вопроса таки они как-никак переплетаются вот иногда знаете надо просто прожить и пройти ни в коем случае мы не умоляем молитву молитва это очень важная часть нашей жизни ты а ты не просто тебе надо ты должен молиться но вот бог сказал он может быть не открылся но он сказал для чего была цель пустыни также там же сказано чтобы узнать что в тебе вот и все чтобы узнать что тебе а до этого он же сказал я вас мог повести по пути который занимает 10 дней всего а он их вел 40 лет потому что они были еще не готовы к таким да вот понимаете но они бы прошли бы за десять дней чтобы произошло возгордились забыли бы бога ну наверное я думаю вот для чего господь и варианты могут быть всякие безусловно но понимаете надо просто прожить ведь какая цель на самом деле они забыли бога да пока моисей был на горе я уже и забыли бог да какая цель оказания как были такая цель мудрости ведь мы не говорим о мудрости как о чем-то абстрактном как свое время говорили философы кант маркс меньшие другие мы говорим о чем в чем заключается цель мудрости во первых для того чтобы знать правила благоразумия благочестия для того чтобы слушать тоже написано для того чтобы вот это все для того чтобы познать мудрость наставление усвоить правила благоразумия что написано потом послушает мудрый и умножит познание мы готовы слушать мы готовы включить наше ухо не только физическое но и духовное мы готовы приобретать страх господь ведь это начало мудрости дальше он начинает предупреждать своего сына от греховных путей вот в чем заключается мудрость то есть если мы все это игнорируем то тогда вопрос а молиться зачем для чего молиться вот и и опять же и поправите меня правильно да дорогие то есть молитва это очень важно но и ирина тоже об этом говорила нужно просто это прожить нужно это искать это не приходит в один момент сломан помолился о мудрости что он сразу ее получил господь ему давал разные ситуации он привел ему двух женщин там было решение ось по помните которые могли поделить ребенка там была была очень непростая ситуация но господь позволил ему разобраться этой ситуации это определенные обстоятельства это испытания и вы тоже говорили о цене о которой нужно заплатить фактически если мы просим у бога о мудрости вы знаете мы косвенно просим бога знаете о чем а то чтобы он давал нам испытания ну вот это фактически так и получается то есть а мы это без испытаний может а тогда и мудрости будет мудрости так вопрос я думаю что некоторые люди думают а можно без испытаний я вот в контексте того что ты сейчас говоришь хотел такую мысль добавить из иакова 3 глава 17 стих да вот когда молимся о мудрости какая она мудрость да то есть мы будем очень важно понимать о чем ты молишься да и вот я согласен про испытания сейчас да вот в чем они испытания как бы стихом показывает но мудрость сходящая свыше во первых чисто потом мирно доска скромно не очень популярны какие-то вещи пошли сейчас послушлива жесть полная пола милосердия и добрых плодов жесть я говорю в кавычках беспристрастно и не лицемерно вы знаете на самом деле вот эти вот моменты ну мы верующие давно я думаю что многие из вас да и мы не всегда встречаем верующих людях вот эти вот моменты поведенческие моменты если у тебя есть все плоды духа святого ты мудры можешь быть не на самом деле вот смотрите мудрость сходящая свыше то есть когда я прошу значит о мудрости я знаете я очень согласен с этим стихом я много раз обращал внимание шука ты где-то смиришься да 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 проходит какая-то проблема да какая-то ты мог бы высказаться где-то жестко грубо может быть да ты этого не делаешь мирно все решается вопросы скромно себя ведешь послушливо ведешь и знаете послушивая это очень важное слово помните мы говорили с вами по моему в начале или между собой я не помню сейчас когда что вот по люди приходят консультацию к пастору да что они слушаются прислушиваться к совету пастора только тогда когда этот совет совпадает с их мнением а вот этот момент послушливо понимаете послушливо это очень важный момент как мы послушание что-то делаем это это очень тяжело что вы мне кажется это еще когда мы выражаем уважение к тому что человек говорит тебе то есть он отдает тебе и ты с уважением ты готовы принимать это размышлять а не оставаться при своем в городе искренне сказать у меня есть пастор который надо мой до духовный отец мой духовно наставник все во всем и знаете я хочу сказать мне не всегда хотелось его слушаться но ты же можешь иногда не всегда же тоже вот здесь вот вот это вот грань где мы сучу я понимал что он прав я понимал что я сейчас буду в послушании это исполнять мне придется ломать себя но я знал что это будет на пользу мне я был иногда даже зол расстрой но я это дело видел плоды друзья поэтому да я согласен что это это больно это испытание но это мудрость если мы ее хотим мы принят мы улучшим не просто мудрость а с мудростью мы получаем благословение в нашей жизни мудрость еще я думаю заключается в том что да я думаю что у нас есть право в чем-то даже не согласиться но это абсолютно не означает что мы отказываемся слушать да как если ты не отказался послушать рожатил уважение да моя первая реакция может быть несогласие но я даже могу искренне сказать знаешь я не могу сказать что во всем с тобой согласен но я обещаю что я возьму то что ты мне сейчас за зал и поразмышляю и подумаю над этим мне кажется что вот кстати это тоже вот одна из составляющих мудрости нашей повседневной да да то есть это другими словами это отсутствие превозношения что ты правда есть же люди которые им им что-то говоришь они все равно считают что даже не рассматривает я-то прав ну как я вот меня обидели там да нет ты должен а в чем где-то он я его прощу но все равно я прав вы знаете я думаю что когда соломон молился о мудрости сейчас вот эта мысль мне пришла что на самом деле он смирился в этот момент уж а бог-то вам предлагал много золота была возможность об этом просить до врагов поверженных у ног до него все же управлять народом знаете это с это смирение определенно и был призрел на это то есть кому себя смиряем это ответственность правильная вот да да вот в этом я просто когда вот думаю тоже о мудрости ведь по сути дела человек да вот это если все в мире когда мы приходим к богу плотки сплошные мудрость житейская до пухать плоти очей так далее то потом по сути дела человек который становится мудрый он просутие сделал другой человек уже. Ну, то есть он, да, со своими дарами, способность тоже. Но если ты его видишь, вот написано, да, вот то, что ты прочитал, то есть ты видел 10 лет назад человека, вдруг встречаешь вот этого, который имеет все это же, да? То есть ты просто очевидно для людей плоды, мудрость имеет плоды. И плоды не дома там какие-то, да, недвижимость. Мудрость имеет плоды, когда человек тебя встречает, он видит личность совершенно другую. Другую. И эта личность не может уже не совершать течения, как бы, в жизни. Не может не влиять, потому что мудрость Божья, она всегда влияет, не давит, не заставляет, а влияет, изменяет окружение вот это. И вот это вот очень сильно, на самом деле, когда Соломон управляет народом. Что значит управлять народом? Это значит и некоторое влияние иметь, только не с поличным мотивом, а чтобы люди прислушивались, куда пойти, куда, как бы, по Божьему. Вот это вот. То есть мудрость имеет силу. Давайте мы сейчас заключим Соломон, скажи по этому моменту, да и мы продолжим. Нету ничего общего у мудрости с гордостью, с надмением, с превозношением. Я знал, и я в своей области вижу очень много экспертов, мнение которых авторитетно. Но ты смотришь на то, как они говорят, как они относятся к другим, и насколько они не в состоянии слушать других. Понимаю, что там мудрости вообще, в принципе, нету никакой. Поэтому, вот я думаю, что мы должны четко разделять, я думаю, вот эти характеристики, которые привели, они очень важны. Ты убеждаешься лишний раз, что мудрость, она как раз в этой простоте. Она скромна, она мирна, она благочестива. Казалось бы, простые вещи, но когда ты видишь их в жизни, когда они исполняются, вот это вот, конечно, дорогого стоит. Дай Бог нам всем вот это, быть в этом. Не всегда получается, но это так важно. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok